Это Чолпон Джунушалиева. Ей 20 лет. В прошлом году ей поставили диагноз альвеакокос. Это паразитарное заболевание, которое вызывается личинками ленточного червя и сопровождающееся возникновением в печени первичных очагов. Всё началось внезапно, после родов. Чолпон родила 8 сентября. Вначале всё было хорошо. Только через несколько месяцев она стала жаловаться на сильные головные боли, и мы обратились в больницу, в поликлинике. Но никто не смог определить точный диагноз. Оттуда нас отправили сделать томографию головного мозга. Все снимки мы показали доктору Мамытову, и вот он нам и поставил этот диагноз. Спустя некоторое время у Чолпон резко перестал видеть один глаз. С апреля 2018 года проведено 4 операции. Вначале 2 операции на голову, после которых и второй глаз стал видеть плохо. После удалили и поражённый участок печени, но паразитов не смогли извлечь, поскольку они находятся очень близко к сосудам. У Чолпон с супругом есть дочь Алия, которая всего год и 4 месяца. Из-за болезни им приходится видеться только изредка, между операциями и когда маме немного лучше. Говорят, что следующая операция очень тяжёлая. Необходимо собрать кровь и ещё много чего нужно. Так как мы не врачи, мы не до конца понимаем всё. Но нам нужно, во-первых, избавиться от этих паразитов. Во-вторых, необходимо сохранить зрение, потому что сейчас у неё один глаз вообще не видит, а второй видит, но плохо. В мире медицины не существует единого и широко принимаемого определения орфанных заболеваний. Некоторые определения полагаются на количество людей, живущих с заболеванием. Другие могут включать иные факторы, например, доступность лечения болезни или возможность облегчения её течения. Пациенты с такими заболеваниями часто чувствуют себя отринутыми и потерянными в мире здравоохранения. Их не могут доктора диагностировать, соответственно, они их не могут лечить. То есть, если к ним приходит ребёнок, допустим, с любой миопатией, они чаще всего говорят, что это ДЦП, допустим. И мы ничего не можем сделать, вот это вот такое ваше заболевание, вам с этим жить. И отправляют людей, детей домой. И родители начинают сами, как умеют, пытаться как-то сделать ребёнка, чтобы он сохранился в этом состоянии. Поэтому, да, это у нас большая проблема. В настоящее время в мире насчитывается более 6 тысяч редких заболеваний. Однако каждое государство определяет свой список. Например, Минздравом Российской Федерации в такой список внесены около 300 заболеваний. В Европе насчитывается примерно 2 тысяч болезней. Ну а в Кыргызстане такого списка пока нет. Наши государства и медицинские работники не все владеют информацией о таких недугах. И как можно с ними справляться? Цель этого дня вообще поднять эту проблему, о том, что есть такие люди, которым нужна помощь. К сожалению, в нашей стране до сих пор нет этого списка орфанных заболеваний. Хотя вот прошёл ровно год, когда поднимался этот вопрос, чтобы его создать, утвердить и начать какую-то работу. Но вот прошёл год, и до сих пор всё стоит на том же месте. Списка до сих пор так и нет. На сегодня Чулпон перенесла уже 4 операции. Все операции проводились бесплатно, но дорогостоящие препараты и разного рода проверки требуют немалых средств. А у семьи уже иссякли денежные средства. 10 марта текущего года ожидается ещё одна тяжёлая операция, на которую семье необходимы средства в размере 300 тысяч сомов. Бегаим Бегалиева, Астанбек Дукуев, Новости Ошперим. Субтитры создавал DimaTorzok